Очень гибкая, очень изящная, очень красивая. Если змею с детства никто не брал на руки, то она может проявлять агрессию. Однако прирученная к рукам рептилия очень ласковый питомец. Ей нравится сидеть в тепле и в темном месте, например, под батареей. Ручная змея начинает узнавать своего хозяина по запаху и сердцебиению. В чем плюс? То, что она абсолютно бесшумная. Никаких запахов, никаких шумов, никто не шкрябает. То есть можно спокойно спать, можно спокойно жить с такой зверюшкой. У змей нет голосовых связок, поэтому они шипят, направляя воздух через небольшое отверстие в гортане. От широты щели зависит звук питомца. У гадюк хриплый голос, у жи сипят. Сосновая змея мычит, а тонкий голубой полос воет. Сначала змея предупреждает врага об опасности, а потом сразу же начинает искать укрытие. Змея, если ее отпустить, это очень активная, то есть сразу же заползет в любую щель, в любую дырку, моментально. Потом не найти ее, просто по дому будет. Ползать начинает у себя в террариуме в основном ночью, то есть это ночной охотник. Днем спит в укрытии, просто никого не тревожит. Содержат змей в террариумах. В качестве грунта лучше использовать материал, похожий на естественную среду обитания – землю, мох или стружку. На дно специалисты советуют постелить термоковрик, на котором можно регулировать ночные и дневные перепады температур. По краям террариума можно установить несколько укрытий, а в центр – поилку, которая одновременно будет служить питомцу бассейном.